Законодательное собрание в четверг рассмотрело несколько законопроектов в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Все они направлены на поддержку региональной экономики и жителей Верхней Волжья. Перед подробным изучением законопроектов перед депутатами выступил губернатор Игорь Руденя и прокомментировал каждое из предложений. О том, чем готова помочь правительству бизнесу, рассказывает наш корреспондент. Игорь Руденя выделил две меры помощи для тверских производителей. Первая из них – снижение налоговых ставок. Эта мера коснется порядка пяти тысяч предпринимателей Верхнего Лжья. Предлагается снизить в три раза ставку налога для предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения с 15% до 5% при налогообложении доходов минус расходы. И с 6% до 2% – это налогооблагаемые доходы. Снижение налоговой нагрузки позволит предприятиям в сложное время оставаться на плаву. Прежде всего, это важно для малого и среднего бизнеса, ведь они находятся в особой зоне риска. Это компании, занимающиеся лесом и туризмом, полиграфией и народными промыслами. Кроме того, под меры поддержки попадаются наторно-курортные организации, музеи, места развлечений, спорта и отдыха. Данные меры поддержки будут предоставлены юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказались в зоне риска. Это позволит оказать поддержку более 5000 организациям и индивидуальным предпринимателям нашего региона. Вторая мера – снижение стоимости патентов для бизнеса. Она затронет чуть менее 500 предпринимателей, работающих в общепите, экскурсионном секторе, а также таких людей, которые занимаются репетиторством и перевозками. Но общую помощь для всех предпринимателей, и крупных, и малых, будет оказывать недавно сформированная комплексная система поддержки экономики. Эта система уже подготовлена и начинает дополнительно функционировать уже в этих непростых экономических условиях. Эта система будет включать и льготные кредиты, займы и микрокредиты для наших региональных организаций. В ближайшее время за счет федерального фонда и областного бюджета на 80 миллионов рублей будет декапитализирован фонд кредитования малого и среднего предпринимательства. Это позволит направить дополнительные средства на микрокредитование нашего бизнеса. Стоит отметить, что областной парламент в двух чтениях принял изменения в региональный закон о патентной системе налогообложения и статьи 1 и 2 регионального закона об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской области.